Мы приехали в очень странный городок, называется Рёдланд, пещеру, посмотреть на Сталоктипель. Стас говорит, что мы как в городке из фильма ужасов. Ну, здесь ещё всё неплохо, очень даже цивильненько. Но места мы проезжали очень страшные. Потому что там был дом с выбитыми окнами и внутри тёмных. Ну, такие заброшенные, очень много заброшенных зданий, древних таких. Прямо ждёшь, что сейчас оттуда кто-то цветами будет греметь и раздаваться будет привидений. Вот это у нас воображение, да, сын? Да. Вот сюда мы собрались. Мы выстояли эту очередь, которая аж на улицу. Наша экскурсия через час. Аня, а что такое? Что с лицом? Устала. Лицо, не обезображенное интеллектом. Идём. Пойдём погуляем по городу. Переставим плакатку, палетку. Как она называется? Плакатка? Парксайн. Парксайн. Да. И через час отправимся на экскурсию. Вот такой здесь старый вокзал. Кирилл сообщает нам, что это речка Эльбер. Мы хотим пойти заглянуть в ту пещеру. Мишки. Грибочек. Ну, в общем, чем можем, тем заманиваем. Видите, это Сусанин. Вот так вот, доверяй тебе. Речка-то называется Боден. Заведёт? Заведёт, не заметите. Идём по морсу. Я надеюсь, что нет. Ну, по крайней мере, не пахнет. А я думаю, это оно и есть. А вода сезона? Иди туда, не туда. Ну вот, допустим, да? В домике. Сыркушка. Не знаю, у меня в таких местах всегда возникает вопрос. Как люди здесь живут? Полезли по пещеру. Кирилл, Аня, помоги. Ну, Кирюха у нас как таракан. Чук-чук-чук-чук и там уже. Кирилл, Аня. Верёте, хоккей. Кирилл, Аня. Кирилл, Аня. Наши, он не не видит. Кирилл, Аня. Вперёте. Кирилл, Аня. Кирилл, Аня. в общем мы вышли из пещеры я сразу хочу сказать кто страдает боязнь замкнутого пространства и темноты не для вас 600 метров мы идем на глубине 800 метров под горой под горой значит вот иногда приходится пригибаться везде ущелья никуда сворачивать нельзя дышится там сложно потому что ну как бы с воздухом проблема я очень довольна вообще как вы поняли просто супер было круто знали много интересного вот эти устала гмиты и стала кандиды которые растут они растут со скоростью 7 миллиметров за 20 лет мы видели один сталагнит сталагнит это когда сталактив сросся сталагмитов трехметровый толстый такой классный вот так что как бы можно представить сколько он рос и он было в целом интересно но когда нас завели в большую пещеру там где падают вот эти вот капельки до чтобы в самую-самую нижнюю пещеру до штат а вода то должно три недели идти дождь тогда капли вот этой воды просочаться и дойдут до самого-самого низа так что тут нужно должно совпасть должны совпасть некоторые моменты чтобы эти сталактиты внутри росли сталагнили в целом было интересно а так вот что нас вывели в пещеру вот и чтобы показать как бы насколько там темно выключили свет скажем мягко не потерялась и знак нет это был аттракцион адреналиновый водка шепчет займи и выпей прошли вам 10 метров до машины мокрые в иносквозь но мы люди такие знаете отважные поэтому куда мы сейчас едем на подвесной мост длиной 450 метров находится он здесь недалеко возле водохранилища и несмотря на ветер на дождь и на сопли мы едем на мост и здесь нас ждал облом потому что в такую погоду мост закрыт мы въехали в туннель и сейчас будем проезжать по этой площадке не знаю будет ли что-нибудь видно это же окошечко открою там а там мост ну может и правда по такой погоде вот самое лучшее вот москве смотри кузовик были вот штуков в местном магазинчике оказалось просто эдако ну или какая-то часть там в общем там много всего из эдако кое чем отличается конечно но не кардинально не понравился мне магазин с сумкой все равно ушли дети они в отпуске дети обрезки клей все дела взяли с собой творческий процесс едем в другой городок хотим покататься там на паровозике на настоящем паровозике и сходить в музей самолета должно быть интересно главное чтобы не получилось как вчера вот мы и внутри муж уже летит на воздушном шаре а это вот первый такой самолет боже какая крутая машина посмотрите на кресло первая машина дать я не могу я не могу я вот так смутно я не могу я не могу я не могу я не могу приобретать это модель самолета деревянные как внутри устроен это на шкулу ага а это в сверху, на переборку внутри такой горшок внутри сиденье Во времена войны вот были такие шлемы. И он высенький. Чемодан? Ездили в каких-то там... Как перевозили. Это такой чемодан получается. Ого! Удобный, но тяжелый. Ага, в рост выше чем Аня. Если я вот так сделаю... Ну да, в общем-то можно. Это вот то, что осталось на память от Первой мировой. Каска. Мам, смотри, теперь он как-то здесь. Очечки он. А, ну как ушел? Все такое. Компорт из покера какого-то. Да, седьмой. Это приборная панель 1934 года. Шапочки здесь другие. И очечки посовременнее. Похоз чуть-чуть. Кирюша вот себе такого мишку взял. А Аня маленького. Привет. Это вот 1944 года образец. Так как он внутри был устроен. Это транспортный самолет. Вау! Обалдеть, какой-то огромный. Огромный, да? Угу. И машину перевозил. Кепки. Это все история. Это символика вся. Сколько зла они принесли. А вот кабина 41-й борт. Минутку зайка. Сейчас пойдем. Я тоже. Вау! Вот эти.. Может тут показал интересное. Интересное показал. Там говорит вам место есть, куда пистолет вставлять. Это вот кабина вампира. До двух колотов. Это приборная панель МИГ-15. Прошло уже 80 лет, да, с окончанием второй мировой, а все равно жутко. Хотя мы там не присутствовали, не видели, не знали, но впечатление жуткое. Символика без икора приносит, или прям моторошное какое-то состояние. Когда смотришь на это все, знаешь историю. Мы нашли тут BMW 1936 года. Почти 100 лет ему. Вот так вот он выглядел. Сиденье резиновое. Муж мне говорит, смотри какая этажерка подвешенная. Ну, и что бы вы подумали? Вы бы подумали, что это самолет. Вот и я не подумала. Оказывается, что так называли такие самолеты. Тут можно в самолетик поиграть. Булап! Булап! Врежешься? Давай! Он не дает, наверное. Он сам отворачивает. Не хочет врезаться. Можно зайти в кабину к пилоту. Ой! Здесь прям пахнет. Это, наверное, декорация, в которой фильм снимали. Да. Можем, чтобы летим. Сюда тоже можно внутрь зайти. В Боинге мы. Кабина пилота в Боинг 747. 747, да? Да. Смотри, сколько переключателей, видишь? Да. Аня говорила, это там сложно, на вот этих маленьких. А это тут, смотри. Ужас какой, да? Ужас. Везде надо следить. Молодая, что накопили столько всего. Они до сих пор едут. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok О, и папа влез. Вот это здорово. Он педали кидает. Это вот самолёт, который несёт противосудоходные, чем морские ракеты. Вот она такая огромная. Она метра три, может, четыре. Вот это вот дура. Ой, не знаю, у меня с сегодняшними событиями, я имею в виду, вообще в мире, да? Выставка вызывает ужас. Раньше это была история и реальность. Зенитная установка. Нет, это какая-то передвижная станция, я помню. Ну, кладбище самолётов. Вот бы все военные самолёты стояли на таком кладбище. Просто для истории, а не для использования. Это было бы круто. Авианосец. Прикинь, Кирилл, сколько там, сколько он может перевозить самолёты. Там ещё внутри, по-моему. И это же, смотри, это взлётная полоса, видишь? То есть они взлетают с него. И вертолёты тоже. Да. И там снизу тоже ангар, где ещё один. У меня запах машинного масла возвращает меня в детство. Слышишь, Кирилл? Когда дедушка с лодками возился, и вот этот вот запах прям как воспоминания оживают. А это мы внутри самолёта. Да. Вот они и места, где сидеть. Удобненько сидеть. Стоим в очереди в кабину. Заглянуть. В самолёте. Так вы видите, кабина большая. Ну, по сравнению с человеком. Даже есть сидячие места. Там вот навигатор, скорее всего. Пилоты. Трое. И вот, папа, подержи его. Они так и так живут. Ну, так. Ну, тадам! Я не моплый. Сейчас Анечка. Я не моплый. По такой-то трубе. Смотри, чтобы она не заехала тебе в лицо. Попы не мокрые? Нет. У меня нет. Отлично, аккуратно, Зай. Кирюша дождался самолётики, наконец-то. Ну, распаковывай. Мы сели перекусить. Покажи, пожалуйста. Приземлитесь. Тяжёлый такой. Нашли мы таки, откуда уходит паровозик. Здесь такой ручей. Ну, нам теперь 40 минут ждать. Не меньше? 22, нам до 59. 40 минут? Пойдём немножко прогуляемся. Здесь, кстати, сигналы такие же, как в Берлине. Погода сегодня, конечно, не особо, чтобы фонтан. Ну, главное, что дождь не идёт, и то хорошо. А вот и паровозик, на котором мы поедем. Туту, на Варкуту. Пришли на стоянку. Фу, таким быть. Ну, что-то, допустим, игрушечку. Самолётик свой положи. Да. Нет, монет. А вот, смотри, перевод стрелок. Ну, что? Снимаешь, да? Да. Видели ленивую жопку? Видели ленивую жопку. Не надо. Не надо. Дай руку. Прикольно. Я зайду. Мне определённо нравится этот аттракцион. Ох, он и коптит, я вам скажу. Капец просто. Не очень. Он вельшут. Класс. Выбирай любое место. На любой вкус. Мы поехали. Кирюха там в восторге. А он ещё такие звуки издаёт. Везде выпускает этот дым. Только когда чуть-чуть ухает. Да? Да. У нас звёздок у него крутой. Угу. Фух. Доехали. Теперь проводим поезд. Вернее, какой поезд? Паровоз. А вам не хухры-мухры. Что, зайка? Ты жук не выпал. Чего? Я жвачка там. Ага. Первые сорок лет детства самые сложные. Потом проще становится. Ну всё. Ту-ту паровозик. Впереди пробка. Знаете почему? Потому что там повозка с лошадьми. Лошади сделали большое дело. Вышел куча убирать. И это всё на кольце. То есть он остановился на кольце. Поубирал за лошадьми. Создал пробку. Ну вот такая разберекуха. Местный колорит. Жаль, на колесо обозрения мы не попали. Сейчас вот как раз было более хорошо. Так-то перешел, начинка. Как у меня нет вопросов. У Flag timed. По-калоритм. Очень-ч remembrance. Повzymитель.